Привет, друзья! С вами Технолог и сегодня у нас на обзоре турбоколяска Subaru Legacy B4. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы вообще знаете, что такое обозначение B4? Это значит Boxer Engine 4WD. То есть все B-чики у нас полноприводные. Механика оснащалась распределением 50 на 50, автомат 40 на 60. Что же у нас под капотом? EJ 206, турбовая сука, которая тянет, тянет очень приятно. Итак, самое главное, при покупке автомобиля нужно обратить внимание не только на задир, есть ли он или нет в четвертом цилиндре, и на турбины. Турбины эти могут жрать или гнать масло. Вот тогда это хреново. Ну, на самом деле, что хреново? Не так-то и дорого все. Кому как? Ладно. Что касается, если вы хотите наваливать на этом автомобиле, интеркулер можно перенести вперед. Все субароводы, они такой отзыв дают свой, что перенесите интеркулер вперед, чтобы она тащила. Либо, что нужно сделать? Нужно эту ноздрю увеличить. Вот этого размера ноздри, ее недостаточно. Заглатывания воздуха через такую ноздрю недостаточно. Поэтому это нормально, когда ставят на Субари здоровенные-здоровенные ковши. Это для того, чтобы было больше воздуха попадало в интеркулер, и он охлаждался. По большому счету, здесь говорить больше нечего. Что можно сказать про двигатель, который стоит контрактный 25-30 косарей? Да это вообще копейки при владении этим автомобилем. Правильно, Субару? Вот он, карбон, про который я говорил. Помимо капота карбонового, мы еще имеем и заднюю, главную, главную особенность Субару. Она должна быть всегда в наличии скамеечка. Спойлер. Это вот прям самая фишка этой Субару. Так и должно быть. Кулак. Он пролазит сюда. И звук этот. Приятный такой звук Субару. Просто еще раз. Это жатко. А, где структура? Почти не замарал. Спасибо, кстати, нашему подписчику Дэну за предоставленный автомобиль. Выражаем благодарность. Тормоза у нас дисковые. Спереди, сзади ходовка. Спереди Макферсон. Сзади многорычажка. Автомобили у нас благодаря этому вроде бы имеют жесткую ходовую. Но при этом комфортно ехать за рулем. Есть разновидность. Сюда с завода устанавливали стойки Бельштайн. Амортизаторы. Есть пружины всякого рода жесткости. Блин, я не знаю. Розовые какие-то пружины есть. Это прям фишка для субаристов. Что определенные пружины, чтобы она была пожестче, либо помягче. Они задрачивают эти моменты. Для них это очень-очень важно. По кругу все стойки поменять на эту машину стоит 15 косарей. 15к. Ну, в принципе, нормально. Почти как полдвигателя. Единственное, конечно, что меня смущает, это тормоза. Ей бы пора, ой-ой-ой, посильнее бы тормоза. Какой хреновый асфальт. Может, из-за того, что мы втроем сидим, вес слишком большой и хреново тормозит. Ну, просто у меня вот есть машины, там типа Аудио 6C6, где мне тормоза просто шик показались. И для ее мощности было достаточно. Здесь у нас 260 лошадей. Кто-то, конечно, покупает овощи. Я их так назову, которые не имеют турбу, чтобы им по налогу не сильно жестко было. Нахрена покупать Субару не турбовый? Субару должен быть турбовый, чтобы приносил тебе радость и удовольствие. Во мне что-то такое заговорило, как в душе БМВ-шника, наверное. Многие владельцы Субару, они всегда поглядывают после того, когда им нужен новый шаг, они посматривают на BMW. Но философия BMW и философия Субару, это прям вот разные абсолютно вещи. И, ребята, вот вы владеете, если Субару хотите чего-то другого, ну вы, наверное, не получите. Говорят, что японцы бездушные твари. На самом деле ни хрена не так. Субару имеет душу, однозначно имеет душу. И бэчи к этому доказательство. Вот что в ней самое прикольное, вот внешний вид этой Субару, он даже на сегодняшний день привлекает внимание окружающих. Что можно в заключении сказать, подведя итог в нашем сегодняшнем экземпляре? Это конструктор, игрушка для молодежи, который, приобретая себе этот автомобиль, может спокойно на свою обычную зарплату вкладываться, вкладываться, конструировать до бесконечности. Все, что угодно, лошадей ей прибавлять и прибавлять. С немцем так реально не поиграешься, с немцем это не получится, это будет очень дорого. А вот с японцем, с бэчиком это получится. Шесткие какие-то амортизаторы, вообще шесткие. Она на мелких стыках комфортно, приятно проезжает, а вот именно на каких-то таких на скорости, серьезных стыках, прям чувствительно. Хер ли базарить? Нравится тачка, покупаю ее. С вами был Технолог, всем удачи и пока. А я поехал дальше.